МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании Город приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. Светлое будущее. Губернатор остался недоволен планами модернизации уличного освещения. Опасная профессия. В Рязани расследуются сразу два дела об убийстве таксистов. Предновогодние лайфхаки. Как сэкономить на покупке подарков? Жилинспекции необходимо провести работу с управляющими компаниями ТСЖ на предмет ненадлежащего содержания территории в зимний период и установить жесткий контроль. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов. По его словам, снег в центре города сегодня убирают вполне сносно, а вот во дворах и на второстепенных улицах никто ничего не чистит. Настоящая зима впереди. Обледенение допускать нельзя. Кроме того, речь на заседании регионального Кабмина шла о создании индустриального парка Рязанский и модернизации уличного освещения. Индустриальный парк Рязанский – самый крупный инвестиционный проект региона. Его включение в реестр федеральных площадок – локальный успех. Николай Любимов назвал парк ключевым проектом для всего региона. Помимо 20 тысяч рабочих мест, это 50-миллиардные инвестиции в экономику Рязанской области. Инвесторы теперь могут вздохнуть спокойно. У них начинается совсем другая жизнь. Само по себе присвоение федерального статуса уже дает резидентам парка право на получение значительных льгот на строительство инфраструктуры. Области Рязанской в целом это даст возможность компенсировать затраты на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры площадки. Работы сейчас выполняются за счет региональных субсидий. Ну а собственно говоря, присвоение статуса дает нам возможность потом заместить эти региональные субсидии выплатами, которые мы должны были делать в федеральный бюджет в качестве долга по бюджетным кредитам. Уличное освещение в Рязани еще одна важная тема, которую губернатор не мог обойти стороной. Слишком много жалоб и обращений от граждан. Итак, на большинстве улиц городские власти намерены поменять светильники почти 17,5 тысяч. Добавят 15 шкафов автоматической системы управления освещением. К работам предварительно приступят в марте, закончат в августе. Цифры доклада Николая Любимова устроили, сроки нет. Вы поймите, вот сейчас мы говорим с вами, вы, вернее, говорите, я вас спрашиваю об этом, что потерпите, пожалуйста, дорогие рязанцы, мы в марте только начнем, начнем исправлять ситуацию. Вот сейчас, декабрь, январь, февраль, ну и соответственно март тоже, скорее всего, вы будете ходить так же, спотыкаться и ничего не видеть, как это делается, происходит, вернее, сейчас. Вот так вот фактически получается. Делаем все возможное, чтобы проследить к монтажу в более ранний период. Плюсы в новом проекте, впрочем, все же есть. Во-первых, никакой концессии. Возвращать свет рязанцам будут местные подрядчики. А во-вторых, дополнительных денег у регионального бюджета мэрия не просела. Все работы будут оплачены из городской казны. Максим Васильев, телекомпания «Город». На заседании Общественного совета при Рязанской антимонопольной службе обсудили предписание Фонду капитального ремонта, рост тарифов ЖКХ и другие вопросы. Подробности расскажет Валерий Седов. Первый вопрос в повестке дня заседания Общественного совета при Рязанском УФА с Россией – реформа ГУПов и МУПов. Суть ее в том, чтобы долю государства в унитарных предприятиях свести к минимуму. Этого требует конкуренция. На сегодняшний день в законодательстве предусмотрен общий запрет на создание вновь, в том числе путем разного рода реорганизации новых государственных и муниципальных предприятий либо изменения их видов в их деятельности, а также и закрытый перечень и исключения из этого правила. То есть исключение возможно там, где необходимо, такие ГУПы и МУПы могут создаваться, например, в случаях, которые прямо предусмотрены федеральными законами, либо постановлением управлениями правительства Российской Федерации. Ну, например, классический случай – это деятельность субъектов естественных монополий. Впрочем, в Рязанской области новых МУПов антимонопольщики не нашли. В регионе грядет большая чистка. План по реформированию государственных предприятий до 1 января 2025 года уже утвержден. Под нож отправят 68 предприятий. Подлежат сохранению в существующей организационной правой форме на территории Рязанской области 50 предприятий, которые осуществляют преимущественно, естественно, монопольные виды деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Еще один важный вопрос – деятельность Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Камень преткновения – тонкости постановления правительства РФ под номером 615. В документе не сказано ничего о том, в какой срок фонд капремонта должен оплатить подрядчику его работу. В Рязани, говорят сотрудники управления, практика, когда подрядчик получает деньги за выполненные работы через два, а то и три года распространилось повсеместно. Фонд единолично устанавливает сроки оплаты. И это недопустимо. Управлением в августе 2021 года, 12 августа, вынесено решение, в котором такой подход был к действию Фонда капитального ремонта. Рязанская область признана незаконными, противоречившими статье 17 закон о защите конкуренции. И выдано предписание установить эти сроки повином. Это первое подобное постановление, которое выдали в России. Хотя в целом, подчеркнули в УФАС, жалоб на Рязанский фонд капремонта куда меньше, чем в других регионах. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Предновогодний ажиотаж создает все условия для того, чтобы потратить много денег. В предпраздничный период мы все привыкли к росту цен. Но как не потратить весь семейный бюджет и сэкономить? Об этом расскажет Герман Гущин. До новогодних праздников остается совсем немного времени. И чем меньше у вас этого времени, тем дороже заплатите за все. Начиная от подарков и заканчивая шампански. Так считают эксперты. Траты требуют особого планирования и сдержанного подхода. Чтобы в разгар праздника внезапно не оказаться с пустым кошельком, лучше заранее спланировать сумму, которую вы готовы потратить. Обычно перед Новым годом многие магазины объявляют акции. И здесь тоже нужно быть очень аккуратным, потому что возможно это такой некий маркетинговый ход, когда наоборот сначала цену повысили, потом соответственно показали вам, что есть определенная скидка и вы рассчитывая на эту скидку, поэтому приобретаете какой-то товар. Поэтому лучше все-таки пройти по магазинам, поанализировать, то есть выделить определенное время для покупок, а не бежать за покупками 30 декабря. Любые покупки нужно совершать осознанно, лучше всего по заранее составленному списку. И подарки на Новый год исключением не являются. Эксперты рекомендуют не забывать сравнивать цены. Одни и те же товары могут по-разному стоить в небольших торговых точках, крупных сетевых магазинах и интернете. К тому же в период зимнего ажиотажа вас могут поджидать аферисты. Накануне любых праздников активизируются мошенники. И люди должны быть предельно осторожны и аккуратны. Как не переходить по поддельным ссылкам, как не перепутать тот магазин, реальный магазин с каким-то там фишинговым сайтом. Как не поддастся на уловки мошенников и не рассказать им данные своей пластиковой карты, которые у них указаны. Поэтому советов достаточно много, но еще раз хочу сказать, что финансы – это такая тема, которая требует к себе определенного подхода, планирования и осторожности. Специалисты по финансам рекомендуют взять на заметку несколько привычек. Первый лайфхак – начать вести учет доходов и расходов. Формат может быть разным. Это и специальные приложения или обычная тетрадка с ручкой. Второй совет – создание так называемой финансовой подушки безопасности. Для личного спокойствия достаточно накопить сумму, которая будет равна доходам за полгода. Этих денег хватит прожить даже в самой сложной жизненной ситуации. Работать с таксистом – опасная профессия. В Рязанской области сыщики расследуют сразу два резонансных дела об убийстве извозчиков. Предварительно ничего общего между преступлениями нет. Каждый случай по-своему особенный. Первой тревогу после исчезновения рязанского таксиста забила его дочка. Во всех социальных сетях появился призыв о помощи. Мол, если кто видел мужчину, то отзовитесь. Пропавший был пенсионером. У него было подсобное хозяйство. Извозом занимался время от времени. Подвозил односельчан от вокзала до поселка. Об этом уже после рассказало следствие. 11 декабря в 17.00 родственники погибшего в ведомство обратились официально. Получив данную информацию, родная следственная группа выехала в Чучково. Сразу поехали в этот дачный дом, где у него делось подсобное хозяйство. И при осмотре дома и прилегающей к нему территории были обнаружены, значит, на улице была обнаружена большая лужа крови. С левой стороны оттераться на снегу со следами волочения в сторону проезжей части, проходящей по улице Калинина, если не ошибаюсь. Автомобиль мужчины нашли примерно в 2,5 километрах от поселка, опрокинутый во враг. Внутри еще одна лужа крови. Тело нашли только через несколько часов на несанкционированной свалке. Преступники пытались сжечь его с помощью автомобильных покрышек. Ну, соответственно, возбудили уголовное дело по части первой статьи 105 убийства. Назначены судебно-медицинские экспертизы по трупу, генетические экспертизы по изъятым объектам. Ну, соответственно, оперативные службы работают проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление, так скажем, всех обстоятельств, включая лица, совершивших данные преступления. Похожее преступление произошло в ноябре этого года. Началось все с такого же обращения о пропаже человека. Правда, уже в Следственный комитет России по Владимирской области. Мужчина также работал в такси. Его тело обнаружили в лесу на территории Рязанской области. Позже следователи выяснили, что двое жителей Нижегородской области вызвали такси, чтобы доехать до Касимова. В пути же у них появилось желание завладеть автомобилем. Попросил его остановиться на обочине. Таксист остановился вот здесь на обочине. Я достал нос. Связал ему руки. Сказал, чтобы он шел в лес. Отошли метров 30 лес. Ввязал его там к дереву. И шел назад. Таксиста привязали к дереву и нанесли ему больше 15 ударов ножом. Мужчина скончался на месте. Сейчас подозреваемых задержали. Обвиняют их по двум статьям. Старшего за убийство и неправомерное завладение автомобилем группы лиц по предварительному сговору. Младшему вменяют только вторую статью. Оба подельника заключены под стражу. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Рособранадзор предложил заменить ЕГЭ на портфолио ученика. Об этом сообщил руководитель Рособранадзора Анзор Музаев. По его словам, к 2030 году роль портфолио серьезно вырастет. Музаев подчеркнул, что к моменту поступления школьника в ВУЗ набор его достижений может стать достойной альтернативой единому государственному экзамену. Глава Рособранадзора пояснил, что копить свои победы ученики начнут с шестого класса. Школьники смогут набирать баллы за волонтерство, занятия творчеством и достижения в спорте. Их успехи в различных сферах дадут учащимся право поступать в российские ВУЗы. Музаев отметил, что на данный момент это интересует старшеклассников. Соревнования, в которых участвуют младшие ученики, ВУЗами никак не засчитываются. Напомним, что ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для молодежи. Восхищаясь полотнами великих мастеров, у людей, никогда не бравших в руки кисти, частенько возникает восторг, который сопровождается мыслью «Вот бы мне так уметь». Но мало кто верит, что стать художником можно, будучи уже взрослым, серьезным человеком. И совсем не обязательно начинать постигать тайны живописного искусства с малых лет. Увидеть результаты работы художников-любителей можно на выставке, которая открылась в честь пятилетия художественной студии «Винсент». На этой экспозиции в залах библиотеки на улице Грибоедова представлены работы и маленьких художников, и совсем взрослых воспитанников. Научиться рисовать и даже писать настоящие картины можно в любом возрасте. Добрый день, я Винсент Ван Гог. И все пять лет я наблюдал за творчеством всех художников. Я рад приветствовать вас в студии «Винсент». Несмотря на непростые времена и многочисленные ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой в мире, последние два года студия все так же работает, взрослые и дети пишут картины и постигают грани живописного искусства. Многие из представленных работ написаны непрофессиональными художниками, а теми, кто не получив специального художественного образования, просто решил, что хочет. Мы ориентируемся на Винсента. У него же тоже не было образования художественного. А вы знаете, что его картины самые дорогие в мире. Все желание и время. Легко ли научиться рисовать, если детство давно позади, реальная жизнь – это работа учителем, бухгалтером, предпринимателем, кем угодно. И все это вообще никак не вяжется с тем, чтобы прийти на занятия, начать с чистого листа и поверить в себя. Однако те, кто справляется с этим препятствием в своей голове, спустя некоторое время способен создавать настоящие шедевры. Учиться взрослые начинают с гуаши, затем переходят к более сложным материалам – масло или акварель. Изучают техники и правила, постигают законы построения натюрмортов и пейзажей и становятся участниками настоящих выставок. Но самый главный результат, по признанию взрослых учеников, занятия с живописью помогают жить в это непростое для всех время. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова